В Азовском море выловили сбитый беспилотник, а в этом сообщили СМИ. Тут следует заметить, что СМИ сообщили со ссылкой на государственную пограничную службу. Есть даже видео этого сбитого беспилотника, как Цензернет написали вражеского сбитого беспилотника. Обратите внимание, на нем есть даже название фирмы, как я полагаю. У меня есть дополнительная информация по этому беспилотнику. Враги запускали его вот так вот. И вообще выглядит он вот так вот. На самом деле, стоило зайти на сайт фирмы ЭНИКС, который производит эти беспилотники, выполняющие роль воздушных мишеней. То есть, они для того и сделаны, чтобы их сбивать. На них тренируются. И тогда стало бы все понятно. А вообще, в море столько всего можно выловить. Я вот, помнится, выловил один ботинок когда-то. А через несколько дней выловил другой ботинок. То есть, два одинаковых ботинка, но с промежутком там, по-моему, три или четыре дня было. Море дарит неожиданности. Дядя, 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 наши сети притащили мертвеца. Валико, дядя, 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 дядя. Дядя, дядя, это что? Дядя, 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 дядя.